приветики в этом ролике я расскажу о том как придумать одежду вашему персонажу в моем телевизорном канале был опрос по теме для следующего видео так что каждый мог проголосовать а чтобы знать больше о моей жизни и также влиять на выход новых видео заходите в телеку спасибо так что в этом ролике поделюсь своими знаниями мнением и просто расскажу о том чем я руководствую создавая одежда ранее для своих нужных видео о том как создавать персонажи я косвенно упоминал одежду но думаю что поговорить на эту тему отдельно также буду создавать одежду для персонажа вместе с вами наглядно постараюсь объяснить как можно проще и понятнее а ну и снега ушла в отпуск так что теперь я ее подменяю думаю никто не просит наливайте холодные напитки усаживайтесь поудобнее а я начинаю вещать характер одежды странное название для пункта но сейчас объясню вам нужно выбрать форму одежды в зависимости от характера вашего персонажа что в целом очевидно более плавный мягкий персонаж будет иметь одежду упруглой формы а негативный персонаж будет иметь одежду с острыми углами ну и так далее это тоже крайне очевидно я не особо пользуюсь таким методом ведь это не всегда уместно да и подобное подходит для детских мультиков чтобы дети в свою очередь по формам понимали где какой персонаж ну просто стоит все же добавлять более круглые и острые элементы в одежду персонажей но без перебора просто мелочи дизайна общий силуэт вы можете приблизительно скетчить общую форму одежды у вашего персонажа маэстро пример студию но все же стоит помнить одно правило что либо сверху оверсайз а снизу зауженная одежда либо же наоборот ну то есть обычно нежелательно чтобы везде был оверсайз или все в обтяжку я к такому правилу отношусь немного равнодушно я и сама люблю иногда утяжелить образ делать его более мощным на вид с помощью всяких кофточек либо длинных развивающихся волос так что тут можете разыграться по полу никто никого не ограничивает одежда и род деятельности персонажа примеру ваш персонаж работает в офисе так что можете зайти в интернет посмотреть офис на одежду не обязательно прям один в один брать но все же можно где-то изменить цвет или добавить побольше деталей если же при сажу не нужна четкая униформа и это не обязательно то все еще должны быть элементы указывающие на его род деятельность или принадленность к той или иной группе лиц подобное делать не обязательно но это поможет больше узнаваемости и способствует лучшему анализу образа будет странно если девочка фея в платье придет работать на завод думаю ей стоит выбрать более подходящую одежду более точный выбор одежды даже на работе не всегда есть прям четкая униформа а лишь приблизительная понять плане не для яркие цвета но можно надеть более открытое платье к примеру таким образом продолжайте изучать все соцсети и магазины одежды в поисках нужного наряда чтобы он смог удовлетворить все ваши желания цвета допустим вы уже прикинули приблизительную форму одежды но тоже дальше конечно же подбор цветов тут можно также разгуляться по полу но все же тут есть снова малюсенькие правила в реальной жизни это не всегда работает но можно взять подходящие цвета взять цвет глаз и волос к примеру если зеленые глаза то можно сделать туфли зелеными а если волосы светлые то соответственно дать белую футболку персонажу я все так же рекомендую правило 32 5 ведь это очень удобно и помогает визуально улучшить образ можно и два пятна но желательно не больше трех все таки детали любого цвета на то это и деталь и текстуры стура это просто бум я обожаю всякие текстуры в клеточку в линию и так далее это делает персонажа более интересным и в каком-то смысле уникальнее можно найти и готовые текстуры в интернете но я бы советовала рисовать все от руки и по форме складок да и то что вы нарисуете текстура от руки будет выглядеть живее и интереснее текстурами советую не перебарщивать а в идеале одну-две добавить не больше это желательно не рядом чтобы все не плыло и не мельтешила принты если деятельность вашего персонажа позволяет носить ему одежду с принтами то все также рекомендую рисовать принты от руки а не брать готовые из интернета и в чем же плюс принта от руки ну он не будет выбиваться из общего дизайна и не будет перегружать образ или же перетягивать внимание на себя аксессуары браслетки кольца пояс перчатки и прочее все это тоже отлично подойдет под образ главное также не перебарщивать своих количеством аксессуары могут раскрывать какие-то фишки персонажа к примеру эти сережки подарила мать персонажу или же этот браслет был куплен персонажем на последние деньги ведь он не считает денежки также это может раскрыть какие-то культурные особенности и статус того или иного персонажа в обществе в общем так можно убить сразу двух зайцев и разбавить дизайн и раскрыть персонажа пользуйтесь материал этот пункт вам понадобится если вы прям очень детально все любите продумывать либо это играет роль в создании к примеру вы хотите сделать косплей по своему персонажу но не знаете из какого материала делать костюм и соответственно можно заранее все продумать и вычислить в интернете какую-либо та или иная ткань то персонаж носит по типу лосин и они тянутся а если вы сделаете косплей с обычной тканью то соответственно не будет тянуться и образ может быть испорчен во избежание со стыковок просто заранее напишите название материалу последний прав основа готова теперь можно убрать некоторые элементы которые вам разнравились и просто подровнять дизайн так скажем от полировать до блеска так вот целом это все выбор одежды персонажа хоть и не имеет много трудных этапов но считается одним из главных атрибутов тут очень легко накосячить переборщить с количеством текстур или взять дизайн слишком скучно убрав все аксессуары есть очень тонкая грань так скажем золотая середина по моему гайду вас мог получиться как искусственный персонаж так и очень необычный все зависит от ваших личных предпочтений и умения подбирать то что нужно я старалась чуть облегчить задачу объяснив про три цвета и прочее но даже с этим можно набортать как собственно не испортить сам дизайн развивайте насмотренность экспериментируйте и делайте ошибки взглянув на которые вы сделаете выводы смотрите работы других художников одежды на рисунках которых вам очень нравится ролик получился не таким уж и большим но в целом без лишней болтовни и моих монологов спасибо за просмотр мне тут недавно 17 стукнуло да мне не 13 лет как некоторые думали пишите комментарии что думаете по поводу этого видео ну и до новых встреч на этом канале а я пошла охлаждаться жира невыносимая всем пока пока